Друзья, давайте поприветствуем нашего первого гостя, политолога Аббаса Галямова. Аббас, я вас приветствую. Здравствуйте. Аббас, знаете, ну такой вопрос, просто знаете, просто на эмоциях чисто. Вообще, в какой момент вы в своей тоже богатой карьере, в высокопоставленной карьере, вот ощутили, что вот сценарий бомбежки украинских городов с территории России, это вполне вероятный сценарий, к этому все и идет. У вас есть такой момент за последние, может быть, 8 лет, или, может быть, даже раньше, когда вы вполне себе такой сценарий представляли? Ну нет, у меня было, конечно, несколько точек отсечения, когда я понимал, что ситуация ухудшается, и предсказать, насколько далеко они могут зайти в свои преступные деятельности, уже невозможно, и не исключены были самые радикальные сценарии. Но, тем не менее, то, что это вот обретет характер такой реальной войны, но, конечно, я до последнего, значит, ну, если не полностью исключал, то считал, что санкции на это не очень велики, брать не буду. Первый звонок для меня это был, конечно, ну, на самом деле, первый звонок был, когда Путин там НТВ начал закрывать, да, и стал реформировать Совет Федерации, ликвидируя российский федерализм. В общем-то, то есть, там звонков было много, но такое очевидное свидетельство очевидной, значит, такой безграничной способности режима к эскалации были, во-первых, события 2014 года, потом попытка убить Навального, вот, значит, 18-й год, избирательная кампания, и последующие, значит, события, когда вот рейтинги стали, властей стали падать в 18-м году, значит, и вот как Кремль на все это реагировал, стало понятно, что это, ну, в общем, такое уже, если не абсолютное зло в тот момент еще, ну, все-таки в том направлении они уже решительно двигались, да, и поэтому в 18-м году, например, я принял решение свою семью вывести из России, вот, но, повторюсь, тем не менее, вот сам факт того, что там можно начать массировано бомбить Киев, да еще в 4 утра, символизм такой, значит, ну, до последнего верить не хотелось, я на самом деле считаю, что и сам Путин до последнего момента пытался этого избежать, я не то, что его оправдывал, он совершил преступление, но, в принципе, он понимал, что, на самом деле, это очень рисковый сценарий, и пытался его избежать не в силу, там, своего человеколюбия, а в силу его рисковости, но он сам себя загнал в тупик своей бесконечной эскалации, в какой-то момент он оказался в ситуации, когда не нанести удар он уже не мог, без боясь, не потерять лицо, да, значит, и вынужден был пойти на эти риски, и худший сценарий, худший для него оправдались. Ну, в общем, вот как-то так. Ну, друзья, я еще раз напомню вам, что в ночь на 26 января российские оккупанты возобновили атаки Украины дронами Камикадзе иранского производства, по предварительным данным, 24 шахеда было применено, все они были уничтожены, вот вы видите даже кадры из, я так понимаю, из Киева, люди прячутся от российско-иранских шахедов, а потом уже и ракет утром сегодня, вот видите даже воронку в метрополитене киевском. В Украине была воздушная тревога, после того, как около шести бомбардировщиков Ту-95 предварительно из района Мурманской области совершили пуски ракет. В Киеве есть один погибший и два раненых. Ну, и тем временем, рядовые россияне радуются обстрелам Украины, вот у нас по телеграм-каналам ходят даже вот такие скрины, вот такого ликования. Ну, разумеется, наверное, с точки зрения политологической, вот к вам вопрос тоже, Аббас, вы как политолог, политтехнолог даже отчасти, я сказал бы, наверное, вот не мудрено, что каждый раз вот такие вещи происходят после какой-то демонстрации западных союзников Украины, что они продолжат поддерживать Украину оружием. То есть, вот просто каждый раз это происходит или до, или накануне, или во время, или после подобного решения, решению коалиции Рамштайн дать Украине Абрамсы и Леопарда. То есть, также, я так понимаю, это цель отвлечь, да, как бы от этих плохих новостей и дать рядовым россиянам повод порадоваться еще раз. Ну, во-первых, давайте я сделаю оговорку. Это у вас так прозвучало, что вот простые россияне радуются. Во-первых, надо понимать, что вот та реакция, которую вы продемонстрировали, свойственно маргинальному сегменту российского общества. Ну, вот так подобного рода эмоции испытывает меньше 10% российских избирателей, процентов 8 максимум. Значит, эти 8% в значительной степени сформированы, и вот эта вот та картинка, которую вы сейчас демонстрируете, в значительной степени сформированы усилиями Кремля. Кремль выделяет огромные деньги, у него мощные бутафермы, которые, не каждый, конечно, я не утверждаю, что каждый, кто радуется, так сказать, смайлики ставит, он, значит, является кремлевским ботом. Нет. Но ядро, вокруг которого потом накручивается вот такая реакция, это точно они. Это, ну, слушайте, я просто, я работал там, я примерно представляю себе, как это делается. И, значит, это точно Кремль. И они нормализуют это. В глазах людей, в глазах просто группы людей, не очень умных, мягко скажем, и с неустойчивой психикой, они формируют ощущение, что вот она, правильная реакция. Они создают такую, значит, нормальность. В общем, значительное большинство россиян, я не буду утверждать, что являются активными противниками всего этого, активные противники — это около третье население, все остальные, они просто вот в шоке. Но там вот такой радости, да чтобы еще в социальных сетях писать там о своей радости, значит, подавляющее большинство, они этим заниматься не будут. Да, поэтому надо понимать, что когда вы считаете, что это и есть реакция российского общества, вы, в принципе, делаете ровно то, что хочет Кремль. Он именно на это и рассчитывает. Именно для этого выделяются миллиарды, именно для этого там сидят тысячи, реально тысячи людей работают вот в этих структурах во всех. Понимаете? Значит, теперь, что касается, зачем это делается? В значительной степени это делается просто потому, что ничего другого они сделать не могут. Они понимают, что на самом деле это плохо все. Да, они не могут не понимать. Вот те люди, которые, значит, вот эти 8% условных, которые вокруг этого накрутились, это глупые люди. Да, значит, ну, прям будем называть их своими именами. Это дураки, в любом обществе они есть, в России тоже. Значит, а те, кто это все запускает, это, конечно, люди абсолютно умные, циничные, значит, точно не глупее меня. И, значит, они совершенно, ну, так вот, цинично, если можно так выразиться, подходят к делу. Что-то зависло, да, или... Не-не-не, я слушаю вас. Да? А, мне показалось, извините, да. Значит, они подходят к делу цинично, и они понимают, что самое главное, это вообще в принципе, ну, не молчать. Надо делать хоть что-то. Они понимают, что это дело, что на самом деле, ну, у этого всего минусов больше, чем плюсов, потому что первая, главная реакция, значит, главное с точки зрения содержания реакции на эти обстрелы, это возмущение западного общественного мнения и, соответственно, радикализация Запада, значит, и повышение шансов на то, что Украина получит, там, не 100 леопардов, а 200 леопардов, да, да еще в придачу еще и какие-нибудь там стурмовики, я вас не буду называть, я не специалист военной области, да, но что-то, в общем, то, чего в другой ситуации, может, Запад бы Украине и не дал, да, и в этом смысле эти обстрелы абсолютно контрпродуктивны, то есть каждый следующий хаймарс, который, значит, ушатает очередную порцию российских мобилизованных, является результатом поставок, которые стали возможными благодаря этим обстрелам, да, поэтому это, ну, абсолютно, там, стратегически неверный подход заниматься этим. Но Крем точно так же понимает, что, значит, если он не будет хоть что-то делать, просто вот если вот он, ну, не будет отвечать, то тогда он очень быстро проиграет внутриполитически, то есть станет понятно, что это реальное поражение, ну, то есть нельзя на войне ничего не делать, понимаете, поэтому надо делать хоть что-то, поскольку ничего умнее у них не получается там, они не могут там в военном смысле слова там победить, взять что-то там, окружить какую-то группировку, там, обратить украинцев в бегство, да, вот этого у них не получается, конечно, лучше всего было бы там отвечать именно благодаря таким победам на фронте, но поскольку этого не получается, ну, давайте хотя бы отстреливать мирные города, выдавая потом, значит, объекты, в которые попали за некие военные объекты, понимаете? Ну, то есть, вот, если совсем коротко, то формула такая простая, формула успеха в политике, да, нельзя молчать, нельзя ничего не делать, делай хоть что-то, вот они этим и занимаются, причем, повторюсь, в стратегическом плане загоняя себя в тупик. Ну, знаете, Аббас, как раз хочу воедино сейчас свести два этих момента, обстрелы, целесообразность обстрелов и поставки оружия, потому что недавно у меня, вот буквально сегодня утром, опять-таки, под впечатлением, под эмоциями того, что происходило сегодня в Украине, я вот начал эту беседу, эту дискуссию с одним человеком, очень уважаемым частым гостем этого канала, не буду называть его по имени, но поверьте мне, и вы его знаете, и он известный очень человек, вот я его спросил, в чем целесообразность этих обстрелов, если они только приводят вот к очередному пакету уже другого класса оружия. Вот последняя помощь военной Украине, которую объявил Джо Байден, предусматривает предоставление дополнительных средств, кроме уже анонсированных танков М1 Абрамс. Общий пакет помощи, как и сообщали СМИ, составляет 400 миллионов долларов. В него входят также 8 тактических машин для восстановления оборудования, вспомогательные транспортные средства и оборудование финансирования, обучения, обслуживания и поддержка. Ну и, разумеется, про то, что Германия планирует дать 14 танков, а также доправить дополнительную помощь Украине, мы уже слышали, и так далее. Ну и другие страны, члены коалиции тоже собираются передать эти танки, после того, как Германия сняла ограничения на реэкспорт. Так вот, возвращаясь к этой беседе, ответ уважаемого мной, моего коллеги-товарища-друга, вот он пишет, «Мне сложно представить, что результат войны определится поставками вооружений. Война закончится, когда население с одной из сторон от нее устанет. Обстрелы способствуют более быстрому уставанию». И вот он пишет дальше, «Лидеры Рамштайн, за исключение восточноевропейских, решают совсем не ту задачу, которую ты им приписываешь. Они руководствуются текущими внутриполитическими соображениями, собственной популярностью и глобальным соображением безопасности не провоцировать Россию, выбирая компромисс между ними. Вооружение будет ровно столько, чтобы конфликт лел в текущем состоянии до тех пор, пока не случится одно из трех. Первое. Украинское население устанет от войны и будет готово морозить конфликт. Второе. На Западе не сложится внутриполитическая ситуация, в которой давление на Украину с принуждением к миру станет более приемлемо. И третье. В России сменится режим. Варианты я изложил в порядке вероятности. Вероятность первого, то есть усталость Украины от войны, во много раз больше, чем третьего. То есть падение режима в России. Выношу на ваш суд вот эту сентенцию, уважаемого мной коллеги. Слушайте, ну вы такой длинный манифест зачитали, да? В нем десятки, ну как минимум десяток, два десятка тезисов. И как-то сходу все вместе прокомментировать. Я не знаю, давайте тогда, если вы хотите, пойдем по частям. Можно? Давайте по частям, да. По частям, что... Да, давайте начало. Начало то, что обстрелы, они абсолютно разумны, потому что приводят к уставанию. И Россия намного более ресурсная, поэтому уставание намного вероятнее со стороны украинцев. Нет, смотрите, ни один вопрос общественного мнения не показывает об уставании. Наоборот, все говорит об ожесточении. Значит, на уставание можно было рассчитывать, ну там, когда ты месяц, два, три стреляешь, а потом, ну, видишь динамику в какой-то вопросах, да? Или, ну, в реакции населения. Но прошло уже полгода с момента вот этих массированных обстрелов. По строку говоря, эти обстрелы вообще год уже идут, да? Значит, и они прямо с февраля-марта начались. Значит, и когда, ну, ты в течение года эту усталость не фиксируешь, что, на самом деле, с надеждой на это уставание уже можно, значит, распрощаться. То есть очевидно, что, ну, не работает эта модель. Какая-то другая модель работает. Я вот на прошлой неделе был так, получилось, в Женеве, и там, помимо прочего, достаточно случайно так получился, пообщался с руководителями, значит, одного благотворительного проекта, это такой абсолютно гражданский проект, знаете, люди там, волонтеры, добровольцы, собирают помощь для украинцев и занимаются приемом украинских семей. Я так с ними поговорил на предмет настроения вот в украинской вот этой яспоре. Там в основном женщины, старики, дети, то есть мужчины все на фронте, да, вот, а эти люди там приехали в Европу. И я спрашивал на предмет, есть ли усталость у них там, ну, вот ровно то, о чем вы говорите. Мне вот достаточно четко сформулировали, что нет, там произошло какое-то привыкание и серия, ну, там нам нечего терять, кроме своих цепей. То есть, в принципе, мы уже поняли, что, ну, все плохо, хуже уже не будет. То есть мы, в принципе, ну, вот, да, мы страдаем, но, значит, ну, мы как бы претерпелись. Ну, то есть с голоду мы не умрем. Запад не даст нам угреть с голоду. Не когда мы в Швейцарии, не когда мы в Украине, да, значит, зато мы можем выиграть вообще все. Ну, то есть мы можем выиграть войну, мы можем стать реальными героями. Ну, понимаете, украинцы чувствуют, что они на сцене оказались. Весь мир с восхищением на них смотрит, им рука плещет. Это теперь нация чемпион мира. Они в этом смысле, если можно так выразиться, ну, я понимаю, что эта фраза тут чуть неадекватно звучит, да, когда речь идет о страданиях и гибели там огромного количества людей. Но, тем не менее, вот если от этого, от этих страданий на секунду абстрагироваться, то, если говорить там вот в таком политтехнологическом смысле слова, они, ну, они кураж, что называется, поймали. Они чувствуют вот запах победы возможной. Победы над сильным, жестоким врагом, которого все боялись. И вдруг мы в состоянии это победить, понимаете? Ну, вот в этой ситуации они уже, в этой ситуации они уже не сдадутся, понимаете? Они удачу уже ухватили за хвост. Поэтому это устаревшая вот эта точка зрения. Повторюсь, ну, вот эта модель не сработала. Давайте дальше что там идет? Ну, дальше идет вот сентенция о том, что лидеры Рамштайн, вот они выбрали компромисс между вооружением ровно настолько, чтобы конфликт лел, да? Не дать Путину сильно уж одержать, сильно убедительное поражение. Секунду, до этого был важный тезис о том, что они это делают там в силу там своей внутриполитической динамики, что-то такое. Да-да-да, динамики собственной популярности и глобальными соображениями безопасности. Я ровно об этом и говорил, что вот эти обстрелы ведут к всплеску возмущения в общественном мнении Запада. И, соответственно, выступать за умиротворение агрессора в этой ситуации становится себе дороже. Быть Путин ферштейром сейчас невыгодно. Поэтому даже Орбан, значит, заявил вчера или там позавчера о том, что Венгрия не будет больше блокировать там следующий пакет помощи, который на уровне Евросоюза будет обсуждаться. Вот. Значит, сербский президент объявил, что Крым союзник путинский давний, да? Объявил, что Крым – это часть Украины. Даже Иран, значит, ну тоже буквально 5-7 дней назад объявил о том, что он признает территориальную целостность Украины, включая Крым. То есть все союзники Путина, вот. Понимаете, почему? Да именно потому, что общественное мнение в мире возмущено происходящим. И в этой ситуации быть за Путина, ну то есть это ты просто себя убьешь, как политика окончательно, понимаете? И наоборот быть за Путина и, значит, агитировать за дополнительные поставки оружия Украине в этой ситуации – это прямой путь к росту своих котировок на внутриполитическом рынке, понимаете? Я ровно об этом и говорил. Ну а по поводу того, что, собственно, в России, вот то, что в России сменится режим, это наименее вероятное. Вот даже он считает, мой товарищ, что второй вариант, ну, во-первых, первый вариант наиболее. Он считает правдоподобное, что украинское общество будет готово заморозить конфликт, а вот на Западе сложится внутриполитическая ситуация, в которой давление на Украину с принуждением к миру станет более приемлемым. На что я ему возразил, что, собственно, поэтому Украине нужно повышать стоимость для России и российского населения, чтобы она тоже, соответственно, начинала потихонечку уставать от этой войны. Об этом писал залуженный, помните, в статье несколько месяцев назад. Дайте нам возможность паритетных ответов по военным объектам в Российской Федерации. Мы говорим сейчас про Атакамы. И логика всех этих поставок вооружения говорит о том, что за Абрамсами и за Леопардами пойдут и истребители, и ракеты «Хаймарс» дальностью в 300 километров. Ну да, я ровно то же самое и сказал, что эта эскалация, а обстрелы мирных объектов и гибель мирных жителей, эта эскалация, ведет к просто увеличению объемов поставок. Соответственно, цена войны для России возрастает, и первыми мира запросят, уже просят на уровне общественного мнения. Мир это просят россияне. Украинцы, если вы посмотрите вопросов украинского общественного мнения, вы увидите, что, при том, что Украина страна демократическая, и там выступать с мнением противоположно, понятно, что в условиях войны это тоже уже нужно иметь, так сказать, определенную смелость. Но, тем не менее, там по 8-9 лет за несогласие с тем, что творится в Украине, в Украине не дают, понимаете. То есть, тебя могут осудить, подвергнуть обструкции, но уголовного дела не будет. В швабруте причинное место не засунут, а в России именно это происходит. Поэтому украинским вопросам общественного мнения можно уберить в гораздо большей степени, чем российским. И там запрос на продолжение войны до победного конца, до выхода на границу 1991 года. Ну, значит, я сейчас точно цифры не воспроизведу, давненько не перепроверял, но запределенный там цифр. В общем, там 70-80%. Значит, в России, при том, что боятся люди, честно говоря, социологам, что они на самом деле думают, даже при всем при этом, в декабре запрос на мирные переговоры, значит, когда вот прям искусственно выбор ставился, Левада-центр этот вопрос проводит, значит, вы считаете, что военные действия надо продолжать или надо немедленно переходить к мирным переговорам? Так за немедленно переход к мирным переговорам, при том, что в повестке мирные переговоры не стоят, и российские власти бряцают оружием вовсю, значит, 50% высказывается, а за продолжение боевых действий 40% высказывается. Значит, то есть большинство, уже даже сейчас, с учетом фактора страха, повторюсь, и так далее, и так далее, и так далее, большинство россиян демонстрирует усталость уже от всего этого. Поэтому, значит, конечно, велик шанс на то, что будет, как ваш собеседник выразился, там, замораживание, да, вот он сказал, да? Да. Вот. Но это замораживание будет не на тех условиях, которые позволят Путину предстать в российском общественном мнении победителем. Соответственно, делегитимизация путинского режима по итогам такого замораживания, значит, будет, ну, там, просто будет происходить, это так идет, но все это очень, это ускорится, понимаете? Поэтому, значит, ну, я не знаю, кто ваш собеседник, но в части внутрироссийской политической динамики я доверяю, в первую очередь, своему собственному мнению. У меня достаточно опыта и понимания там политического процесса. Я работал и со стороны власти, и со стороны оппозиции, и на федеральном уровне, и на региональном уровне. У меня примерно, как мне кажется, представляет, как это все делается. Вот. И вероятность резкого обвала, обрушения режима, на самом деле, гораздо выше, чем вот ваш собеседник высказался. И Путин это понимает, собственно говоря, поэтому он, ну, оказавшись в таком вот страдовичком тупике, он продолжает делать то, чтобы ему самому, там, для него самого контрпродуктивно, да, но он понимает, что нельзя останавливаться именно потому, что в отсутствии победы, очевидной, да, ну, ему вообще ничего не светит. Ему, вся его легитимность держится и в глазах элит, и в глазах рядового обывателя, держится исключительно на предположении, что он силен и себя побеждает. Как только выяснится, вот, точка будет поставлена, как ваш собеседник говорил, что замораживание конфликта произойдет, и это не будет то замораживание, на которое Путин рассчитывает. Понимаете? То есть не будет такого, что мы заберем это, и это, и это, и вообще вы подпишетесь под статусом, там, под деноцификацией и под демилитаризацией. Ну, нету предпосылок к этому. Повторюсь, общественное мнение украинское пока консолидировано по поводу продолжения войны. Оружие идет постоянно непрерывным потоком, значит, физической, живой силы тоже хватает. И в этом смысле не будет точно замораживания на таком этапе, когда Путин может предстать победителем. А значит, он придет, вот сейчас у него легитимность хромает на одну ногу, то она у него будет хромать не на две даже, а на три ноги. И поэтому у него маячат выборы 24-го года, понимаете, чреватые вообще, ну, прям революцией. И, может быть, не будет никакой революции, может быть, он выборы отменит, но отмена выборов это же тоже будет очень непопулярный шаг. И, значит, и после этого его легитимность, ну, прям вообще стремительным домкратом, как говорил Классик, начнет падать. И через пару лет после, даже год-два я даю, после того, как он отменит выборы, вот после февраля, после марта следующего года, через год-два, его рейтинг скатится там к 10%, ну, может быть, 15, окей, максимум. Ну, значит, то есть в два с половиной раза упадет против нынешнего. Да, и в такой ситуации реально, возможно, становится военный переворот уже. Ну, то есть, на самом деле, шансов, при которых Путин потеряет власть, значит, ну, и количество этих шансов прям растет стремительно по мере затягивания войны. Война становится все менее популярной. Аббас, этих шансов больше, чем при распаде Советского Союза в 1991 году, в который верило еще намного меньше экспертов и простых людей, чем сейчас верят в падение режима Путина. Нет, режим Путина точно падет. И действительно, вы правы, в тот момент, когда, ну, в преддверии распада Советского Союза мало кто предсказывал, что это произойдет. Действительно, единицы были. Амалерик был такой диссидент, который заранее предсказал, удивительная вещь вообще такая. Вот. А так, профессиональные советологи не могли это предсказать. Действительно, профессиональные, великие специалисты. Чем профессиональнее ты был советолог, тем меньше ты верил в как раз такой сценарий, знаете. Вот совсем уж простые люди, там, торговки на базаре, возможно, даже более верили в это и могли предсказать. Это часто так бывает, кстати. Да, да, да. Я, значит, помню, попался мне на глаза, я где-то у себя там в телеграм-канале это цитировал даже, попался на глаза опрос жителей бывшего ГДР, проведенный через, если не ошибаюсь, три месяца после, ну, два-три месяца после распада, после падения режима. Значит, и их спросили, могли ли вы за год до вот этих событий предсказать, как все пойдет. И тогда, значит, типа 75%, там, даже больше 76-77% сказали, что нет, мы такого себе представить не могли. И процентов, там, что-то 12-13-15, может, сказали, что мы, значит, что-то такое представляли, но, конечно, не думали, что все произойдет так быстро и так решительно. Значит, только 5%, если не ошибаюсь, или там 4, сказали, что, значит, да, мы себе так примерно и представляли. Вот зная, что, как люди любят задним числом, знаете, приукрашивать свои правительственные способности, я уверенно могу сказать, что реальный процент тех, кто что-то предчувствовал, был гораздо меньше вот этих 5 и там 15 или там 13, да. То есть в реальности счет тех, кто мог что-то предсказать, шел на реально там проценты. А подавляющее большинство людей не в состоянии это было предсказать, и они честно в этом признались. Поэтому, значит, да, и Советский Союз оказался гораздо более устойчивым, чем он оказался, и путинский режим. Я ни в коем случае не говорю, что он пойдет уже завтра. На самом деле не исключено, что он сумеет удержать, Путин сумеет удержать власть. Теоретически это возможно. Даже в случае поражения в Украине он отползет назад, подавит все-таки протест. Ему надо будет подавить, кстати, в первую очередь даже не либеральный протест, а протест патриотический, то есть условно там Стрелковых, Дугиных и всю эту прочую шушеру надо будет, значит, в ежевых рукавицах, так сказать, стиснуть. Ну, это будет несложно, на самом деле. Эти люди, за исключением отдельных персонажей, вообще не бойцы. И, значит, на них только прикрикнили. С военкорами это было видно. Значит, один раз там попытались они взбунтоваться в конце лета, да. Значит, одна утечка о том, что Минобороны написала заявление в военную прокуратуру, и та начала проверку по факту дискредитации военкорами российских вооруженных сил. Вот это новая статья Уголовного кодекса. И все заткнулись тут же и стали похвальные статьи писать. И про Лапина, и про Герасимова, и про Суровикина. Вот. Короче, эту публику Крем теоретически может заткнуть, и либеральный протест может теоретически подавить, хотя не факт, что удастся, потому что лояльность вооруженных сил теперь под большим вопросом. Да и остальных силовиков тоже. Но, тем не менее, не исключая, что власть страну держит, и режим отпутывается, превратится в такой Иран, и в таком режиме, может быть, даже и 10 лет еще просуществует. Но сколько Путин будет жить? 10, там, 12 лет вполне возможно протянет еще. И это будет такая вот что-то среднее между Ираном и Северной Кореей. Но шанс на это, во-первых, ниже, сильно ниже среднего. Во-вторых, все-таки, значит, для этого, чтобы этот сценарий реализовать, реально надо будет прекратить войну. Надо будет прекратить войну, оттолсти назад, завязывая раны, так сказать, вот закрыться, окуклиться, подавить внутренний протест и прям замкнуться в себе. Вот. А продолжать войну, вот такими темпами, как она сейчас идет, и при этом рассчитывать удержать войну, вот это точно ресурсов надолго не хватит. Ну, не знаю, 2-3, может быть, 4. Ну, издательство Bloomberg писало буквально недавно, что на 3 года хватит, чисто экономически хватит у Путина продолжать эту войну. При этом мы понимаем с постоянно падающими стандартами жизни, несомненно, и с продолжающимся оттоком самого, наверное, талантливого сегмента населения. Ну, вот по поводу того, что Путин не только не собирается сейчас замораживать конфликт, но все-таки пойдет на очередной виток эскалации. Об этом говорят многие, в том числе президент США Байден. В Белом доме заявили, что США ожидают усиления наступательных операций Российской Федерации в Украине уже в ближайшие недели. Давайте послушаем. С приближением весны украинские силы отрабатывают оборону удерживаемой территории и готовятся к дополнительным контрнаступлениям. Чтобы освободить свою землю, они должны быть в состоянии противостоять меняющейся тактике и стратегии России на поле боя в самом ближайшем будущем. Ему, Байдену, вторит секретарь СНБУ Алексей Данилов, подтверждая, что россияне готовятся к мощному наступлению на Украину. У россиян сейчас происходит максимальная концентрация, они готовятся к наступлению. Для нас это не является неожиданностью. Мы понимаем, что через месяц-полтора-два они будут начинать активные действия, задействованные все максимальные ресурсы, которые есть на территории России. Аббас, тут, соответственно, арифметика простая для Путина, да, то есть, как я это вижу, риск замораживания он видит для себя намного более высокий, чем риск, которому он подвергает свой режим очередной волной мобилизации, возможных опять бунтов точечных и десятками тысячами, если не сотнями новых смертей. Ну, мобилизация, конечно, это резко повысит протест, протестное настроение, степень сопротивляемости обществу, вот, возрастет запрос на мир очень сильно, возрастет, усилится, ну, в общем, уровень поддержки войны снизится, но, возможно, Путин вынужден будет рискнуть, потому что заморозить конфликт вот в его нынешней ситуации надолго тоже не получится, это же тоже истощает, будет истощать ресурсы. То есть, если он не будет наступать, но начнет наступать ВСУ, и ВСУ это делать умеет, это уже показали Харьковская и Херсонская операции, и это, ну, то есть, если ты не усиливаешься за счет мобилизации, за счет эскалации, то, ну, ты обрекаешь себя на то, что твои ресурсы будут истощаться, и, в конце концов, ты все равно проиграешь. Поэтому, ну, вот он вешает, на одной чаше весов у него политические риски, на другой чаше весов военные риски. И вот в зависимости от того, какой в данный момент перевешивает, вот такие решения он и принимает. Ну, а у вас такой еще тогда вопрос, последнее уже заявление Путина, которое он сделал на встрече с своим давним товарищем Матисом Варнигом. Я так понимаю, да, Варниг это тот самый человек, который возглавлял уже, наверное, можно сказать, в прошлом, да, в прошедшем времени Nord Stream 2. Так вот, это было передано немецкому изданию, где Путин говорит Варнигу, что цель России в войне против Украины – это государственная тайна. Как бы, ну, абсолютно на поверхности лежит трактовка вот этого высказывания, что, собственно, и сами, возможно, не знают и сформулировать или не могут, или не хотят? Как вы думаете? Смотрите, единственная реальная цель Путина сейчас – что-то притащить в клюве в Россию, чтобы предъявить российским элитам и российскому народу, что вот она победа, что все это было не зря. Что это будет, он не знает. Поэтому он не может позволить себе обозначить цели войны, потому что любой другой результат, который он будет попытаться потом выдать за победу, ну, если он не будет соответствовать этим заявленным целям, ну, ему скажут, что ж ты нас обманываешься, ты какую-то туфту притащил, да? Поэтому он открыт вообще для любого. Он, что называется, открыт для предложения. Дайте мне хоть что-нибудь, да, и с тем, чтобы я вот с этим чем-нибудь пришел к россиянам и сказал, вот она победа. Да, поэтому он просто пытается сделать для себя вот варианты выборов, выбора, ну, максимально возможным. Но если он сейчас, условно говоря, скажет, что наша цельсмена власти в Украине, хотя это сейчас уже Анриэл, да, он вряд ли такое скажет, сейчас об этом мечтать не приходится, но окей, значит, вот наша задача там получить от украинцев, значит, отказ от вступления в НАТО. Ну, а потом украинцы не дадут ему этого отказа, да, и что ему тогда, ну, придется воевать, а ресурсов воевать нет, придется останавливать войну. И тогда, может быть, он попытается выдать вот эти территории, которые он сейчас контролирует, там, на Донбассе и Луганске, да, вот он скажет, вот она, это и есть победа. Мы теперь, значит, застраховали их за собой, украинцы их у нас отнять не могут, ВСУ разгромлены, вот она победа. Ну, если он заранее уже анонсировал, что его цель – неплохой статус Украины, то ему скажут, так, но ты же своей цели не достиг, понимаете? Да, поэтому он пытается сейчас избежать вот ловушки ранее сказанных слов. Вот любой результат, который более-менее убедительным ему покажется, он будет изображать в виде победы. То есть, оставляет для себя широкое поле для маневрирования, да, где можно объявить даже вот отрезание Украины от доступа к Азовскому морю, да, и наземный коридор в Крым, то, что, собственно, Путин явно хочет ставить свои приоритетные задачи сейчас, что касается территориальных завоеваний в Украине, вот и объяснить это тем, что Украина, по сути, становится таким междевенцем западных экономик и не есть уже жизнеспособной страной. Это тоже вполне победа для Путина. Абсолютно. И вот он же недавно уже сказал, вот, и когда его спросили, значит, была какая-то дискуссия там, а вот каковы итоги? Он сказал, ну, во-первых, укрепление суверенитета, ну, то есть вообще какой-то абсолютный бред, да, как будто кто-то на суверенитет России покушался там. Вот укрепление суверенитета есть результат, и, значит, Азовское море стало внутренним морем России. Ну, то есть даже абсолютно как-то идиотская цель, непонятно, а в чем радость-то? Вот почему Азовское море, как внутреннее море России, это лучше, чем Азовское море, как море там, где есть выход и у Украины, и у России? Что там Украина нам мешала в Азовском море делать? Что мы теперь сможем там делать, да? Вот. Ну, то есть вот, да, он готов уже вообще любую ерунду выдать за успех. Но пока вроде не приперло вот окончательно, да, он пытается что-то более убедительное из Украины выбить. Ну, и совсем уже, если есть у нас еще пару минут, напоследок вот заявление, приглашение Пригожина к террористу Игорю Стрелкову-Гиркину на руководящую должность в одной из штурмовых подразделений на Донбассе, после того, как последний критиковал тактику и позицию вагнерцев. Стрелков ответил, сказал, что подобные предложения не должны делаться через СМИ, их нужно подкреплять договорами и переговорами в нормальном режиме, через официальных представителей и т.д. и т.п. То есть вот вы к какому лагерю примыкаете сейчас, Аббас? Есть все-таки две школы таких мыслей насчет того, насколько Пригожин остается ведомым, да, и подконтрольным, или все-таки это человек, который в ближайшем будущем может все-таки создать угрозу и для самого Путина? Не, угрозу для Путина он не создав точно, пока он, ну, одной стороной своей деятельности Путину полезен, но он пугает потенциальных заговорщиков своей кувалдой, и они при мысли о том, что не свергнут ли нам Путина, вспоминают Пригожина и покрываются холодным потом. С другой стороны, Пригожин, конечно, с той же самой кувалдой в целом в стратегическом плане дестабилизирует ситуацию, то есть он демонстрирует российскому правящему классу, да и российскому избирателю, что никакой стабильности не осталось, что ценить этот режим нет, он идет в разнос, да. А государство, там, от имени которого говорит уголовник с кувалдой, ну, это в глазах и в глазах элиты, и в глазах обычного обывателя, значит, ну, это ненормально. Это свидетельство того, что, ну, там, государственный порядок распадается, да, когда Пригожин, там, матом разговаривает с начальником генштаба, например, или, там, с председателем правящей партии оскорбляет его, или Кремль, там, оскорбляет, угрожает ему кувалдой. Ну, это свидетельство того, что просто порядок распадается. И в этом смысле то, за что ценили Путина, за стабильность, теперь, как бы, благодаря усилиям Путина самого, который, ну, Пригожину позволяет это делать, в общем-то, ну, то есть, этого уже нет. Значит, бюрократический аппарат, который живет иерархиями, который живет в рамках иерархии, и для которого иерархия – это все, видя, как Пригожин опрокидывает эти иерархии, значит, ну, понимает, что все, пиши пропало, и переходит в режим такого, знаете, из серии «чего изволите» по отношению к Путину, да, переходит в режим «спасайся, кто может». Вот, все свои шкурнички решают о стратегических задачах, там, думать, переставить, поэтому государственный аппарат, который без того не был, больно уж эффективным, совсем, ну, из рук вон, плохо функционирует. Мы видели это на примере того, как мобилизация через одно место, извините за выражение, у нас проходила, когда рекруты вынуждены были идти на войну, вооружаясь и экипируясь за свой собственный счет, как в Средневековье. Причем, ну, это не исключение из правил, там, 1, 2, 3, 10, 50 кейсов, а это изо дня в день, каждый день десятки примеров со всех регионов страны проходили, да. Они дискор, ну, там, буквально два дня назад, последний ролик я видел, значит, кузбасские мобилизованные записали видеообращение к бизнесменам из Кузбасса с просьбой, значит, купить им тепловизоров, купить им пикап, мы бы Киев давно уже взяли, вот у нас пикапа у нас нету, вот. И еще что-то там просили, какую-то экипировку. Вот эффективность работы госсверхного аппарата, понимаете. И это все, ну, в том числе, ряда деятельности Пригожина, который, вот, повторюсь, демонстрирует всем со всей очевидностью, что все, Россия, вот в том виде, в каком мы к ней привыкли, путинской России, пришел конец. Путин еще жив, а путинская Россия уже все сыплется. И, значит, Пригожин, в общем, ну, такой вот, тактическом плане, повторюсь, он стабилизирует ситуацию, потому что, ну, никто, все боятся там выступить против Путина, боятся Пригожина, да, но в стратегическом плане, а базу поддержки путинского режима он вообще уничтожает. И когда все посыплется, все только, никто не будет этот режим защищать, все только облегченно выдохнуть, скажешь, ху, слава богу, принесло. Значит, так что Пригожин, ну, то есть, повторюсь, это игрок по отношению к Путину зависимый, по отношению ко всем остальным он, значит, самостоятельный. Он, конечно, у него есть личные амбиции, он с удовольствием, значит, топчет всех остальных, удовлетворяя собственное эго, которое, видимо, долгие годы, так знаете, там под спудом находилось, то есть, долгие годы он был прислуживать им всем, он, что, был повар, да, значит, вот прислуживал им великим этим, да, втайне завиду. А теперь он их об них ноги вытирает и, значит, радуется, вот эго свое удовлетворяет. Ну, это калиф на час, в общем-то. Он нарастил такой колоссальный антирейтинг, что я просто не представляю себе, чтобы кто-то следующий после Путина, кто придет в классе, не захотел бы повысить свои котировки резко, просто за счет ареста Пригожина, понимаете, любой сейчас, кто окажется на месте Путина. Это как Берия, да, после Сталина смерти, да? Да, 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 точно. Ну, то есть, в принципе, настолько был общий консенсус, что вот надо от Лаврентия избавляться, что даже такие люди, как, ну, там, ничего общего не было, нельзя было себе представить сговор между Маленковым и Крущевым, например. Ну, то есть, даже они сговорились против Берии, настолько они его боялись. Вот Пригожин примерно в той же ситуации. Сейчас любой, кто придет, арестует Пригожина, это будет мегапопулярный шаг, который тут же сделает этого человека, ну, прям таким вот, прям, знаете, любимцем и элиты, и народа. Во всяком случае, его антирейтинг, каким бы высоким он ни был, тут же прям, ну, прям, прям, знаете, вот смягчится и размятнет, так сказать, и начнет вот опадать, оседать антирейтингом. Очень приятно, и вы рисуете нам перспективы, побыстрее бы уже. Спасибо, Аббас, что были с нами, Аббас Галямов, политолог. Аббас Галямов.